154 годовщину со дня образования отметила станица Ставропольская. Шумный яркий праздник с песнями и танцами развернулся в сквере у Свято-Троицкого храма. День образования станицы Ставропольской совпал с еще одним праздником – Днем защиты детей, так что на гуляния станичники выходили целыми семьями. Специально для гостей и жителей поселения открылись детские аттракционы, а на сцене выступали художественные коллективы. Глава Григорьевского сельского поселения Сергей Ливенцев поздравил земляков с этим знаменательным днем. Жители станицы Ставропольской могут по праву гордиться своей историей и современными растяжениями, верить в будущее и создавать его своим славным трудом. Именно здесь живут неравнодушные люди, которые не только работают во благо процветания родной станицы, но и отдают ей частичку своего сердца, тепло своей души. Желаю вам всем здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть в каждом доме царят мир, доброта и любовь. С днем станицы, дорогие земляки! С праздником вас! Главное наше богатство – это люди, ведь именно силами самих станичников их станица с каждым годом преображается и развивается. Глава поселения вручил почетные грамоты за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие поселения. Станицу Ставропольскую можно смело назвать одним из самых географически отдаленных от центра населенных пунктов района, однако от этого она не становится менее живописной и самобытной. А мы не скрываем, что из деревни родом ходили за грибами в соседние леса, и ощущали счастье, душой были свободны, когда упав на травы, глядели в небеса. Благодаря усилиям станичников и постоянной работе местной районной администрации, станица преображается и развивается все быстрее. Хочется пожелать ее жителям счастья и дальнейшего процветания. В зале районной администрации состоялось очередное планерное совещание. Первым вопросом на встрече рассмотрели меры борьбы с карантинными объектами. О ходе работы по уничтожению амброзии рассказала начальник Краснодарского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора Наталья Бореева. Помимо аллергического воздействия на здоровье человека, сорняк наносит ощутимый вред сельскому хозяйству. Истощая и сушая почву, затеняя от солнечного света возделываемые растения, амброзия своей популяции приводит к снижению и даже потере урожая. В целях профилактики нарушений по борьбе с карантинным растением, пользователям земельных участков направляется предостережение и проводятся допроверочные мероприятия. С докладом о развитии малых форм хозяйствования на территории муниципалитета на совещании выступил начальник Управления сельского лесного хозяйства и продовольствия «Абрек-Наш». В Северском районе насчитывается более 27 тысяч личных подсобных хозяйств. Ведут деятельность 166 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2017 году просубсидировано 8 тысяч квадратных метров. Валовый сбор овощей в малых формах хозяйствования составил более 13 тысяч тонн. Также на совещании рассмотрели меры по обеспечению безопасности туристов и населения в курортный сезон 2018 года. Ход выполнения работ по замене 5% водопроводных сетей. Начало лета в Северском районе отметилось ярким спортивным событием – традиционным турниром по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Эти соревнования объединяют юных любителей баскетбола со всей Кубани. В трех возрастных группах от 11 до 15 лет ребята сражаются за звание сильнейшей команды. 1 июня стартовал поселенческий этап соревнований. На Северском стадионе «Олимп» встретились 70 команд по 4 человека. «Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, хорошего безопасного лета и чтобы вы уже 1 сентября, набравшись здоровья, уже соскучившись по своим друзьям, пришли в школу и начали опять достойно хорошо учиться». Несколько лет назад северское сельское поселение уже завоевывало Кубок за третье место в турнире. В этом году у юных баскетболистов также есть все шансы получить желанную награду. Победители поселенческого этапа турнира будут бороться за звание чемпиона района. Краевой этап состоится уже в конце месяца. Говорит и показывает атаман. Погода.